В эфире Лицкого телевидения информационная программа события с новостями региона вас знакомят корреспонденты Лицкого телевидения и я, Алексей Водейко. Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Старт дан! Началась масштабная реконструкция Лицкой объездной дороги М-11. Трагедия на пожаре. В деревне Ванги Лицкого района погиб человек. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам военной безопасности. Его цель, отметил глава государства, проанализировать военно-политическую обстановку и выработать меры реагирования. Среди участников совещания премьер-министр, глава администрации президента, руководство военного, силового и правоохранительного блоков, командующие войсками. Александр Лукашенко поручил проинформировать в Беларуси широкую общественность о складывающейся военно-политической обстановке. В последнее время в Беларуси, как я уже сказал, беглым делать нечего, говорить не о чем повестке дня нет. Начинают хвататься за разного рода поводы. Россия объявила мобилизацию, значит Беларуси завтра объявят мобилизацию. Еще раз подчеркиваю, нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет. Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркнул. Недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами «Лукашенко готовится к войне». Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал, если хочешь мира, готовься к войне. Я несколько раз подчеркивал, что мы четырежды, как минимум, уже пятый раз, наверное, модернизируем свои вооруженные силы, приспосабливая к той обстановке, которая складывается. И прежде всего, делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете. Вы помните, начиная от бурю пустыни, по-моему, американцев, и заканчивая специальной военной операцией в Украине. Мы внимательно за всеми процессами наблюдаем. Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там, мы это не прячем. Но мы никого не убиваем, мы никуда не посылаем своих военных, мы не нарушаем свои обязательства. Наше участие в том, чтобы не допустить распространение этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых. А во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет в территории Беларуси. Вот наше участие. Да, мы лечим, лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей, и не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам с Украины. Но как их не накормить, как их не лечить? Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет. И второй раздуваемый фейк по мобилизации. Предупреждаю военных. Особенно через вас военкоматы. Как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки. Не будем влазить в существо вопроса. Это дело Российской Федерации, как проводить мобилизацию. Но когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной, непонятно какой, и так далее, и так далее. Это для нас урок. Поэтому через военкоматы мы проверяли и будем проверять военно-обязанный состав. Всех военно-обязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе, без всякого гвалта, без шума, то, что я вам и поручал, закончится уборочная кампания, аккуратненько. Надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах. Еще раз подчеркиваю, кто-то больной, кто-то хромой, кто-то умер, кто-то уехал. Разные могут быть ситуации. И мы должны видеть, что мы имеем на сегодняшний день. Это никакого отношения к мобилизации не имеет. Мы всегда это делали. Еще один урок. Да, привели в Россию мобилизацию. Призвали людей. Но многие из них забыли, что такое оружие. Поэтому резервистов, наши войска территориальной обороны, мы постоянно обучали и будем обучать. Еще раз хочу подчеркнуть свой тезис. Каждый, кто должен и может держать оружие в руках в Беларуси, должен уметь им пользоваться. Хотя бы элементарным. Это касается и женщин, и мужиков. Они должны освоить хотя бы стрелковое оружие. Для того, чтобы защитить, не дай Бог, случится, что свою семью. Цель наших вооруженных сил и силовиков защитить нашу землю и наше государство. Все. Никаких других целей мы сегодня не ставим. А к войне готовимся, потому что всякое может быть. Если бы в 20-м году здесь не выстояли, по Смоленскому стояли бы другие вооруженные силы. И где были бы мы, прежде всего вы люди в погонах, ответ долго искать не надо. Понятно, где бы мы были. Поэтому учиться, учиться, еще раз учиться. И прежде всего учиться военному делу настоящим образом. Такие лозунги у нас всегда были. Вот мы и будем учиться. И не надо обращать внимание, что на нас скажут. Ах, мы там начали проверку в каком-то военкомате наших резервистов. Проверяли и будем проверять. Но это не для того, чтобы их куда-то направлять, кого-то убивать. Я не оправдываюсь, но я хочу, чтобы вы это понимали. В то же время, если не дай Бог, что случится, мы бежать за границу не будем. Мы будем защищать свой дом и свою землю. Участок дороги между деревнями Долина и Остров для Лицкого района претерпевает изменения. Здесь началось строительство объездной дороги, призванной обеспечить комфортное передвижение как автомобилистам, так и пешеходам. Подробнее о будущем объекте транспортной инфраструктуры в нашем материале. О реконструкции Лицкой объездной речь велась уже давно. Дорога не соответствовала современным техническим требованиям. Проблема не осталась незамеченной. Руководство Гродненского облсполкома приняло решение о финансировании строительства за счет средств республиканского бюджета. Я думаю, всем известно, что Лида – это крупный промышленный центр не только в Гродненской области, а нашей республике в целом. Мы входим в 11 городов, которые имеют население больше 80 тысяч. И вот объездная дорога – это обход города Лиды. Это, скажем так, такая важная транспортная инфраструктура, которая сегодня просто необходима. Ну, одна из первых причин, что она нам нужна, это, конечно же, разгрузит город от транзитного транспорта, который связывает направление Вильнюса и Минска. И вторая тема, ну, то есть нашим жителям будет более комфортно в городе. Вторая тема, которая очень важна, опять же, да, вот что возле этой дороги сегодня сосредоточен ряд крупных промышленных предприятий, конечно же, таких, как Лида хлебопродукт, куда в сезон приходят продукции на переработку, только на переработку, это больше 200 тысяч тонн. И можно посчитать, что столько же уезжает, так. Поэтому, ну, эта дорога, она просто является очень важным инфраструктурным объектом для нашего города. Стоимость нового дорожно-транспортного объекта составляет 180 миллионов рублей, из-за чего строительство объездной разделено на четыре этапа. К осуществлению первого из них стоимостью 47 миллионов рублей работники Гродненского дорожно-строительного треста номер 6 приступили уже сегодня. В связи с этим и был дан торжественный старт реконструкции. Гостями мероприятия стало руководство Гродненщины, в том числе инспектора по Гродненской области Юрий Караев. Участок дороги позволит в разы увеличить безопасность тех, кто двигается по вот этому важному перекрестку. Это объезд города, а это повысит безопасность, это повысит экологию в самом городе. Развитие инфраструктуры – обязанность любого государства. Небогатое государство находит средства на постоянное, постепенное развитие дороги, расширение, улучшение. Развитая сеть – это признак цивилизации. Вот сказали про европейскую безопасность и замначальника ГАИ области подтвердил, что наша республика – это европейский уровень безопасности. По завершению первого этапа строительства обновится участок дороги «Западный обход» протяженностью в 4 километра. Дорога будет более прямой и станет ближе к заводу «Конус». Это будет четырехполосная скоростная трасса с пешеходными и велодорожками, коммуникациями, освещением, двумя кольцевыми развязками. По требованиям безопасности пешеходных переходов на данном участке не будет. Возле деревни Долина возведут потепровод над железнодорожными путями и второстепенной автодорогой. За реконструкцию дороги на основании государственной программы «Дороги Беларуси» взялось республиканское унитарное предприятие «Гродно Автодор». Здесь будет тротуар на путепроводе шириной 4,5 метра. Таких достаточно мало у нас, по крайней мере, в Гродненской области. Все элементы из металла, они будут выполнены абсолютно все, будут из оцинкованного металла. Коммуникаций действительно здесь очень много. Здесь получается по трассе через каждые 60 метров проходит какая-то коммуникация. Поэтому первое, что мы хотим, разобраться с коммуникациями. Стоимость выноса всех коммуникаций порядка 5 миллионов рублей. Это очень большая сумма. И реализация этого проекта, безусловно, позволит в первую очередь повысить безопасность дорожного движения, экологическую ситуацию улучшить в Лицком регионе, ну и способствует развитию велодвижения. Основное строительство начнется в следующем году. А в этом пройдут подготовительные работы. При беспребойном финансировании полная реконструкция Лицкой объездной протяженностью 14,5 километров завершится в 2025 году. Тогда приведение дороги к современным техническим параметрам обеспечит отток транзитного транспорта с улиц города, что создаст комфортные условия для передвижения автотранспорта в городе и за его пределами. О чрезвычайных происшествиях в регионе. Сегодня ночью в Лицке Ручес поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в деревне Ванги Лицкого района. Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили дом хуторного типа, полностью объятый пламенем. В результате пожара дом уничтожен полностью. В ходе разбора завалов на полу одну из комнат был обнаружен погибший мужчина. Причина случившегося устанавливается специалистами. 4 октября в 2 часа 14 минут в Центр оперативного управления Лицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям от очевидца поступило сообщение о пожаре жилого дома хутора в деревне Ванги Белицкого сельского совета. По прибытию к месту вызова первых подразделений Ручес установлено, что в результате пожара обрушилась кровля и стены жилого дома. После тушения пожара при разборке конструкции был найден труп, предположительно хозяина дома, мужчина 67-го года рождения. Причина пожара устанавливается, рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении. Для повышения грамотности в сфере бизнеса в Лиде состоится открытая приемная для бизнеса. Каждый представитель бизнеса будет иметь возможность получить индивидуальную консультацию по вопросам осуществления предпринимательской деятельности у квалифицированных специалистов Фонда социальной защиты населения, землеустроительной, пожарной, налоговой и других служб и ведомств области. Акция направлена на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества. Кроме того, во время проведения встречи представители бизнеса смогут высказать проблемные вопросы и возникшие при осуществлении предпринимательской деятельности, а также внести свои предложения по ведению бизнеса в регионе. Открытая приемная для бизнеса приглашает предпринимателей на мероприятие во Дворец культуры города Лиды 7 октября с 9.30 до 11.30. С 3 октября в Беларуси проходит спецмероприятие «Арсенал». Операция проводится в первую очередь в целях безопасности. Главная задача – вывести из нелегального оборота оружия и боеприпасы, не допустить возможных преступлений. Еще раз проверят и владельцев учетного оружия. Отметим, за 8 месяцев текущего года из оборота изъято свыше 400 единиц незарегистрированного оружия и почти 35 тысяч боеприпасов различного калибра. Добровольно сдано более 400 единиц нелегального оружия и порядка 163 тысяч боеприпасов. За различные нарушения у индивидуальных владельцев изъято более 1500 единиц зарегистрированного оружия. С 3 по 7 октября правоохранители проведут комплекс мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов. Милиционеры будут проверять условия хранения гражданами зарегистрированного оружия, а также выявлять владельцев нелегальных арсеналов. Основная цель мероприятий – это профилактическая работа с владельцами оружия по вопросам соблюдения ими правил его использования и хранения, мер безопасности, а также информируя население о добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. Хотелось бы напомнить, что принадлежащие гражданам огнестрельное оружие должно храниться в металлическом сейфе либо в ящике, обитом железом, исключающий доступ посторонних лиц и членов семьи. Хотелось бы предложить владельцам оружия заключать договора с департаментом охраны на оборудование мест хранения принадлежащим оружием средствами системы охранной сигнализации в стиле уберечь свое имущество. Граждане, добровольно ставшие незаконно хранящиеся оружие в органы внутренних дел, освобождаются как от административной, так и от уголовной ответственности. Сегодня в очередном матче экстралиги хоккейный клуб «Лида» сыграет против Гродненского Немана. Первое областное дерби в текущем чемпионате и уже четвертое после выхода команд из отпуска. Подопечные Юрия Чуха прервали серию из пяти поражений к ряду, чуть окрепли духом, однако поводов для глобальной радости пока нет. Рыцари идут в турнирной таблице предпоследними. Наши соседи чередуют удачные и неудачные серии и на данный момент занимают в чемпионате седьмое место. На сегодня это все, о чем хотели вам рассказать корреспонденты Лидского телевидения. Хорошего вечера всем в кругу родных и до встречи завтра на Лида ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин